Добрый день, Мирьян. Добрый день, те, кто нас увидит, если увидит. Сегодня я беседую с Мирьем Юрьевной Османовой, дочерью одного из лидеров национального движения крымских татар. Юрий Бекерыч Османов родился 1 апреля 41-го года в деревне Баюк Королёс Албацкого, ныне Куйбышевского района Крымской ССР. Его отец Бекерыч Османов в годы Великой Отечественной войны был одним из руководителей партизанского движения на Крымском полуострове. Со второй половины 50-х годов Бекерыч Османов становится одним из активных участников национального движения крымских татар. Сам Юрий Османов включился в национальное движение во время учебы в Москве в Московском высшем техническом училище имени Баумана. Впервые Юрий Османов был осужден за свою деятельность на два с половиной года в 68-м году и получил два с половиной года колонии усиленного режима. В 70-е годы Юрий Османов является одним из активных участников национального движения крымских татар и он активно участвует в подготовке самопереписи крымских татар. Это позволило уточнить и установить точные или приближенные к реальности цифры количество погибших в годы депортации, в ходе депортации и вскоре после нее. И эти цифры превышали официальные данные чуть ли не в два раза. В 1982 году Юрий Османов был приговорен к ссылке на три года в Якутской ССР. После освобождения в 1987 году из спецбольницы, куда он был заключен в 1985 году, Юрий Османов вернулся к активной работе в национальном движении. Он работал в 1989 году в комиссии Верховного Совета СССР по проблемам крымско-татарского народа. В октябре 1990 года Юрий Османов назначается исполняющим обязанности председателя Комитета по делам депортированных народов Крымского облсполкома. И осенью 1991 года Юрий Бекирович основал газету «Арикет», которая была органом национального движения крымских татар. Ну и, собственно говоря, я не сказал самый главный повод для нашей беседы. В этом году юбилей, насколько я понимаю, не только у вашего отца, ему исполнилось бы 80 лет, но и у вашего деда, который родился в 1901 году, Бекир Османович Османов, 22 марта, по-моему, да, по старому стилю, наверное, это. Но в любом случае год юбилейный для двух членов вашей семьи, для двух видных представителей национального движения крымских татар. Поэтому есть действительно повод вспомнить о них и поговорить. Я хотел бы начать с вашего детства. Вы родились в Фергане, насколько я понимаю. А вот что вы помните из своей ферганской жизни? Вспомнить есть много чего. Ну, если вспоминать конкретно отца, то, конечно, он очень большое влияние оказал на меня, потому что он был человеком с высоким интеллектом, был очень образованный. И, конечно, я вспоминаю и сказки, которые он мне рассказывал. Это было очень интересно. То есть он постоянно придумывал вот это. Не были какие-то сказки, которые он где-то прочитал, а он придумывал их сам. Кстати, когда он сидел в тюрьме, он присылал мне письма, они вот тоже с этими сказками. Сохранились эти письма, да? Да, 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 сохранились. Но прочитать их не всегда нам получалось, потому что у него был очень ужасный почерк. И до сих пор вот какие-то вещи там, ну, невозможно просто расширить права. Ну, догадка, конечно, догадаться, что мы писали. Ну, тяжеловато. Такая письма, конечно, есть. То есть даже там, в тюрьме, он продолжал как бы, ну, как бы воспитательный тоже работал. В том плане, что вот он какие-то истории мне там посылал, сказки посылал. Вот мы с мамой читали, когда приходили эти письма. Насколько я понимаю, вы были в Фергане во время погромов в мае-июне 89-го года. И я читал, что ваш отец, он предотвратил готовящиеся погромы крымских татар. Правда ли это? И как ему это удалось? Ну, да, это были погромы турков-мисхетингов, я понимаю, да? Ну, действительно, по информации национального движения, ну, по информации, которая им поступила, готовились погромы не только турков, но и крымских татар. То есть, их хотели объединить в одну группу, и, конечно же, национальное движение сразу среагировало, так как они постоянно там писали письма, там, органы власти, старались встречаться с представителями власти, когда какая-то проблема возникала, то есть, ну, это была реакция. Естественно, они забросали телеграммами, письмами, вот, все органы власти, чтобы вот это вот предотвратить. То есть, ну, показали самим властям, что они догадываются о том, что готовятся, и, на самом деле, когда приезжал к Иргану Рыжков, он даже обмолвился, когда он хотел сказать турки-мисхетинцев, он сказал «крымские татары» и быстро исправился. То есть, явно они читали эти письма, и явно там что-то действительно происходило. Вот, и благодаря вмешательству эмоционального движения, действительно, крымские татары практически не пострадали, но там, может быть, ну, несколько каких-то семей, которые, ну, в числе токов-мисхетинцев, уже попали вот под вот эти вот беспорядки. Да, действительно, такой факт был, и крымские. Но вообще этот случай, он как раз вот это был расцвет национального движения, и вообще вот всех вот этих национальных движений делалось это именно для того, чтобы вот рассредоточить эти народы по территории Советского Союза, чтобы они, конечно, не могли быть сплоченными и не занимались подобной деятельностью. Вот, ну, такая была основная цель властей, для чего были организованы эти погромы. То есть, вы считаете, что они были организованы? Ну, конечно, да, там не было ничего националистического, потому что люди, в принципе, жили долгое время вместе. Ну, вот, я так понимаю, что это узбеки, да, там участвовали в общей массе. У них не было никакого смысла начинать эти погромы для чего. То есть, это все были соседи, все жили вместе, то есть, это было специально. То есть, привозили вот каких-то специально организованных людей, которые устраивали эти погромы. Понятно. Ну, вообще... Ну, и мы видим, по судьбе турков-месхитенцев, что, в принципе, для них сложилось все печально, да, то есть, были запятаты, и потом они уже, конечно, как народ не могли сплотиться, и своими силами уже дальше решали, кто куда там, кто в Турцию уехал, кто остался в России. Вот, ну, так я понимаю, что оттуда, откуда их выслали, они не вернулись уже, ну-то и в Грузию. Ну, да, им повезло меньше, чем крымским татарам, да, которым все-таки удалось... Собственно, вот такая цель и преследовалась, чтобы эти народы не смогли вернуться на места своего обитания. Потому что, ну, началась уже перестройка, началась властность, и, конечно, замалчивать эти проблемы было очень трудно. Поэтому вот таким методом власти пытались решить этот вопрос. Я возвращаюсь, конечно, опять к первому вопросу. Вот для детей их, ну, до определенного возраста, их родители являются героями, там, идеальными или почти идеальными людьми. Вот, а ваш отец, ну, он был изначально таким человеком необычным, он был, если не героем, то подвижником. И вот когда вы поняли, что Юрий Османов – это не только ваш папа, но и вот одна из ключевых фигур в движении, важный, ну, человек, к которому прислушиваются очень многие люди, я поясню, что я имею в виду. Ну, вот я читал некоторые воспоминания, что с Юрием Бекерычем, вот, по крайней мере, в конце 80-х годов сложно было говорить на другие темы, кроме тем, связанных с национальным движением. То есть он как бы сразу переключался опять на это, даже с бытовых разговоров. И вот в домашней обстановке он тоже был таким? Ну, на самом деле, да, действительно. Жизнь нашей семьи была подчинена вот национальному вопросу. Да, мой отец занимался исключительно этими делами, то есть он посвятил себя жизнь решению национального вопроса, кроме Катары. Это действительно было так, но я хочу сказать, что очень многие участники национального движения, ну, активные участники, у них похожая история. То есть люди все свое свободное время посвящали именно этому. И, конечно, ну, семьи их страдали от этого, нельзя сказать, что они не страдали, хотя мы тоже были все этим увлечены очень. Но с бытовой точки зрения, да, участие этих людей было очень сильно ограничено. Но эта идея настолько всех захватывала, что, наверное, в то время никто не думал, что может быть по-другому или должно было быть по-другому. Ну, вот я вот могу вам рассказать примерный распорядок дня моего отца. Ну, если по-моему, разница. Вот он работал, да, то есть обезьянный перерыв был полностью посвящен национальному движению. Ну, наверное, на работе он тоже думал об этом. Приходил он, он начинал печатать на машинке документы. То есть практически все документы национального движения вот этого времени, они созданы им. То есть обсуждение, конечно, какое-то было со всеми. Не было такого документа, который бы отец не обсуждал со своими вот, ну, товарищами, да, с ракетами. То есть все это обсуждалось. Каждый вопрос поднимался на голосование. То есть там не было такого, что кто-то один взял и написал от себя. Если голосование не проходило, даже хотя бы один человек был против, обсуждалось заново. То есть пока вот документ не приводился вот в форму, когда все согласны. Но сам факт, что идеи все, ну, воплощались с моим отцом в плане документов. Вот весь вечер был посвящен либо напечатанным документам, либо встрече с саратниками, ложился мой отец очень поздно. То есть это было 2-3-4 часа ночи. Вставал он, естественно, тоже в 6-7. То есть у него была потрясающая работоспособность. Вот он бесконечно курил вот эти вот папиросы, там беломормы, это, наверное, уже привычка с тюрьмы. Бесконечно пил вот кофе, это чашка за чашкой. Но сам факт, что организм был настолько выносливый, и, видимо, вот такая, это, наверное, что-то уже слышал, такая концентрация работоспособность, что, в принципе, спал он буквально вот 3-4 часа, и как бы вставал, и дальше продолжал вот это. Конечно, с бытовой точки зрения мне очень трудно, чтобы там вспомнить, что мой отец там, допустим, что-то, ну, заколачивал гвозди или еще что-то. Ну, единственное, что могу вспомнить, что вот он делал вино, но это, наверное, все-таки вот как наследие его отца, потому что дедушка был агрономом, он тоже вот очень увлекался вот такими вещами. Я помню, мы ходили в гараж, у нас во дворе был гараж, и вот там стояли вот эти стеклянные бутыли, и мы делали вот это вот вино. Это было тоже, ну, такое... А, вино делали, да? Вино, да, да. Это, ну, то, что не касается национального движения. Это, скажем так, что-то вот такое бытовое, да? Ну, конечно, в бытовом плане у него не то, что он там не мог там что-то делать, у него просто на это не было времени. То есть все его время было посвящено национальному движению. Это надо, конечно, увидеть, чтобы понять, насколько вот высокая была концентрация, и почему, ну, практически, да, вот один человек, он был мозгом вот этого всего движения, потому что он принимал вот это вот решение, он инициировал это обсуждение, он создавал эти документы. То есть это, ну, один человек, который организовывает практически все. Ну, еще какие-то воспоминания, вот то, что мы ездили с ним на вот эти вот водные станции, которые он проектировал, это тоже было, конечно, интересно. Это вот было частенько, ну, может быть, раз в месяц, ну, может быть, я уже, конечно, не помню таких подробностей. Вот, то есть тоже было достаточно, вот, ну, я видела своего отца в работе, он был инженером, вот, как вы сказали, закончил МВПУ Вилли Баумана, ну, у него были там какие-то разработки, он работал в ДУДНЕ в Институте Ядерной Физики, то есть интеллект этого человека был очень высок. И если бы он не состоялся в эмоциональном движении, он, конечно, бы состоялся как ученый, как и визитатель, потому что у него есть наступные изобретения касательно ядерной физики. То есть, ну, надо понимать, какого уровня был этот человек, то есть это не просто человек, который взял там что-то, ну, придумал и занимался какой-то общественной. То есть это в первую очередь, почему вообще национальное движение добилось каких-то вот результатов, потому что в его составе было очень много грамотных людей. На самом деле, многие участники заканчивали московские какие-то вот институты, да, то есть были очень грамотные люди. Да, а получается, вот все эти собрания, они проходили у вас дома, да, то есть дом был штабом или движение, или все-таки... Там так было, нет, не все собрания так проходили. Они, во-первых, проходили периодически у каждого участника. То есть, ну, по кругу они там распределяли. Вот сегодня... Ну, у нас они происходили каждый день, потому что в нашем доме жил отец, и, ну, это такие были обсуждения для ферганской группы, скажем так. Вот, а вообще они периодически презентировали общенародные собрания. Это снимался зал. Вот что интересно, что, да, в Советском Союзе можно было снять зал, куда приходили люди. Ну, приходили, ну, там, 100 человек, 200 человек, ну, допустим, если это в Хиркане, то это жители Хирканы, крымские татары, они оповещались. Вот, они приходили, в национальное движение рассказывалось, вот, повестку дня, да, что они хотят сделать. Там обсуждали все эти документы, наносились на голосование, то есть зал голосовал, и только потом уже тогда выносилась резолюция, и подписывалось что-то, ну, и дальше происходили какие-то другие действия. Ну, и в том числе, наверное, собирались деньги, потому что это же была такая инициатива, ну, частная, и никто национальное движение никогда не спонсировал. То есть люди, кто сколько мог, собирали, там все это пересчитывалось, и все это, и за каждую копейку национальное движение всегда отчитывалось. Не было такого, чтобы, ну, эти деньги были без отчета. А дедушка, он с вами жил, да, Викер Османович, или нет? И вообще, каким вы его помните? Он в 70-х переехал в Крым, и, да, вот он жил в Крыму, но мы ездили каждый год к дедушке, то есть пока отца не посадили, до 6 лет я каждый день ездила с родителями в Крым. То есть дедушку я тоже достаточно хорошо помню. Но на момент его смерти мой отец уже сидел в тюрьме, то есть он даже не смог попасть. Не смог. Да, практически дед умирал один, никого не было. А как он вообще попал в Крым, то есть как ему удалось там прописаться? Ну, многие крымские татары в 70-х годах начинали пробовать пробивать дорогу в Крым. Но это, конечно, было очень тяжело, потому что большинство... Ну, массово не было переселения, потому что возвращали обратно. Не было работы, не было возможности прописаться. Но мой дед, он был все-таки авторитетным человеком, у него очень много осталось друзей в Крыму, не крымских татарусских, потому что они же вместе воевали, он был партизан. И даже когда он жил в Узбекистане, они к нему приезжали, потому что вот этот комендантский час, они же не могли никуда выезжать из Узбекистана. И вот все эти его однополчане, там боевые товарищи, они приезжали к нему. И я думаю, что вот на основании этого авторитета вот он смог там закрепиться. Хотя тоже было очень тяжело, но, конечно, таких моментов я уже вот хорошо очень эту историю не знаю, потому что, к сожалению, не у кого спросить сейчас. А получается, то есть он смог сам, но уже как бы семью, там, сына и внучку он уже не смог прописать? Ну, Вики, это трудно. Я же говорю, что там не все могли закрепиться. В индивидуальном порядке, да. То есть где работа, чем заниматься? Это не так просто, потому что очень часто выселяли. Вот люди даже, если у них получалось прописано, там устраивали такие вещи, что людей просто выселяют. Невозможно жить, да. А каким он был, вот, Вики Расманович? То есть он, насколько я понимаю, был очень жестким человеком и таким, ну, в общем, вот в движении, даже вот, если смотреть, воспоминания некоторых участников, что он на каких-то вот вопросах вот настаивал вот очень твердо, то есть, ну, как бы такой вот был несгибаемый, да, вот, если можно так сказать. Ну, они вообще, вот, ну, как бы этот род, они, видимо, сами по себе были очень авторитарными. Ну, не в плохом смысле, в хорошем смысле. То есть они были авторитетами для других. Ну, и надо понимать, что мой дед, он тоже был очень грамотным человеком. Это раз. Во-вторых, он был несколько раз репрессирован. Ну, я не знаю, вот ему удалось тогда не попасть вот в этот маховик, вот даже вот этот вот перед войной. Но его потом у этот, он же был партийным, но его потом из коммунистов убрали, да. То есть вот почему мой отец никогда не был коммунистом, хотя вот, может быть, кто-то думает, на самом деле нет. Мой отец прекрасно понимал вообще, что такое партия и как вообще она относилась к людям, поэтому он коммунистом не был, в партии никогда не вступал. А вот мой дед, но его оттуда из партии быстренько убрали, но сам по себе он был очень авторитетным человеком. Во-первых, он занимал и руководящие должности, и потом он был партизаном, то есть и достаточно известным партизаном. То есть за его год даже не мусорпомандование там давал определенную премию, то есть его очень хорошо знали. И уже после выселения, то есть вот он был одним из тех, кто вообще вот придумали, да, вот эту вот идею, это вот идея нескольких человек, что нужно сказать на движение и бороться за возвращение. Поэтому, естественно, такие люди никогда не могли быть мягкотевыми. Если бы они занимались такими вещами, и понятно, что этих людей... А как дедушка, как дедушка он был какой-то, то есть мягкий наоборот, или также такой вот очень строгий? Ну, я честно говоря, я не очень хорошо помню вот его характер, потому что, что мы ездили летом, да, ну, он был таким достаточно властным человеком, да, то есть он не любил, наверное, когда ему беречат, но вот так вот, чтобы вот что-то такое вспомнить, как-то еще. А вот он... Не слово не очень хорошо, а вот какие-то такие моменты... А он жил в своем... То есть он дом там, ему удалось купить, или там... Это не его дом был. Он жил в селе Дмитрово. Это вот, ну, недалеко вот Симферополе, и, в принципе, он там рядом и похоронен. А, понятно. А вот такой вопрос... Да, вот возвращаясь к его биографии, он же, по-моему, вот я тоже читал, может, это не совсем верно, он успел защитить двойную диссертацию, в которой критиковал взгляды Трофима Лысенко, и вот как раз вот за это подвергся репрессиям. То есть он вот как раз в 1937 году, или он избежал ареста. То есть это вот правда, да, точнее, диссертацию? Его арестовали, насколько я знаю. Да, действительно, потому что мой дедушка был агрономом, он хорошо... У него, кстати, очень много было сортов выведенных вот персики. Это в Крыму, когда вот мы приезжали, эти персики, деревья персиков росли как раз в этом саду. Ну, что-то не стало, я, конечно, уже не знаю, потому что эта вот связь оборвалась. И действительно, да, был он репрессирован, он был арестован, но вот каким образом ему удалось потом, ну, видимо, настолько у него был высокий авторитет, что ему, то есть удалось, ну, его оправдали, его не посадили на тот момент. И причем это было не один рад, это было несколько рад. Понятно. А вообще вот дома вы на каком языке говорили? На крымско-татарском или на русском, вот с отцом, с мамой? Ну, то, что касается национального движения, это все шло на русском языке, потому что, в первую очередь, специальные документы, они же писались не сколько для крымских татар, сколько для обращения на власть, да, то есть и обсуждалось это все тоже на русском языке, потому что, ну, наверное, крымско-татарство не очень способствовало тому, чтобы обсуждать эти вещи. Политическая лексика. Да, да, да. Поэтому, к сожалению, у нас общение шло только на русском языке. А отец вообще язык, он знал хорошо или как бы разговорный? Он знал язык, но, вы же понимаете, у него мама была белорусская, да? Да, да, да. Ну, видимо, вот в связи с этим обстоятельством он его знал, но он не говорил на этом языке. Читал, читал. Читал и понимал, да. Он, кстати, в тюрьме он сам изучил арабский язык. А-а-а. Язык он знал хорошо, да, но другое дело, что он не разговаривал, но надо сказать, что вообще вот это все общение, вот национальное движение, оно велось практически на русском языке. Арабский изучил, а почему он стал изучать арабский в тюрьме? И интересно там нас, ну, с какими книгами, с помощью каких книг он изучал его? С помощью самоучителей. У меня даже и самоучители до сих пор есть, да. Ну, было время, и, наверное, он хотел как-то развивать свой мозг. к тому же ему, наверное, было очень интересно вот эти процессы, которые происходили в арабских странах. Интересно, потому что обычно диссиденты вот учили английский язык, очень распространенные явления, а тут вот арабский, а мне как рабисту... Он английский он так и так знал, потому что он учился в английской школе. А-а, арабский вот он учил, да, и понятно, интересно. А что за самоучитель вы не помните, да, интересно? Нет, он у меня есть, но автора я не знаю. Ну, ладно, красного цвета. Вот. Учитель красного цвета. А вот еще такой момент, это вот уже ближе, что называется, к вам. Вот, вернее, он, ваш отец посвятил вам несколько стихотворений, и одно из них начинается «Ты будь преемником моим, мой путь прервется очень скоро». Отец действительно видел вас своим преемником, или это вот просто поэтическая метафора? Ну, мне кажется, он своих детей вообще видел своими соратниками, потому что у него была вот такая манера называть меня соратником, ему, конечно, очень хотелось. Я думаю, что, в принципе, всем участникам моционального движения хотелось, чтобы и дети тоже в этом во всем участвовали. Вы единственный ребенок, да? Нет, я не единственный ребенок, у него еще есть акцина первого брака, но, к сожалению, мы с ним не общаемся. Ага, Все, то есть, это, скажем так, ну, такое пожелание, самому себе, но, а вот еще... это, видимо, было связано, знаете, с чем? С тем, что вот он сам был преемником своего отца. Да, да, династия. хотелось бы, наверное, конечно, чтобы это передавалось в поколение поколит, потому что он очень хорошо понимал, что на нем эта борьба не закончится. То есть, на лиме прав крымских татар это не такое простое, не такое быстрое дело. А с отцом, если его не будет, кто-то должен это все продолжать. А с отцом, то есть, у них между друг с другом, там, вот с вашим дедом, у вашего отца не было таких вот идейных разногласий? Нет, нет. То есть, для него его отец был непререкаемым автором. Вот, еще возвращаясь к поэзии, вот после убийства Индиры Ганди ваш отец написал поэму, посвященную ее памяти. А почему, у меня вот возник вопрос, почему его так потрясло это преступление и в своей автобиографии он в том числе упоминает эту поэму как одно из наиболее значимых своих произведений? Ну, тут я не могу сказать, почему его это так потрясло, вот честно говоря, мы же особо так не разговариваем. Понимаю, понимаю, да. Ну, думаю, что его вообще вот личность Индиразанде, она, ну, восхищала, потому что, во-первых, эта женщина, то, что очень редко бывает, да, для таких старт, то, что она настолько активна и, в принципе... Династия, династия, да, вот он, видимо, тоже вас хотел... Династия, да, то есть, наверное, это какие-то вот личные его моменты затронуло... Дочь, дочь, да, да. Он хотел... Это было очень несправедливо, да, что вот, ну, человека, который, в принципе, да, хотел тоже видеть, наверное, развивающейся, хорошей, великой страной, вот, и получилось вот так вот несправедливо, когда человек был. может быть, он предчувствовал какая-то была вот у него связь именно вот со своей судьбой. Бывает же так, что мы что-то предчувствуем, да, вообще у него проскальзывала эта мысль, что его могут убить. То есть, и я думаю, что это даже не какое-то предчувствие, это, в принципе, осознание. Он понимал, что такие люди очень неудобны для власти, и это, ну, такой вариант, который, он, в принципе, имел очень большой герояк. Поэтому я думаю, что его, эта история, вот затронула именно так. Хотя, да, был еще, был еще 84-й год. Понятно. Потому что он прошел и тюрьму, и прошел все в больницу, то есть он видел, как пытались его уничтожить. И в больнице в том числе. Вот, кстати, я как раз хотел спросить, а чем было обусловлено тем, то, что вот ему, его направили в спецбольницу, то есть не дали там еще один срок или там ссылку добавили, то есть он, он же в ссылке был в Якутской СССР или он в ссылке был? Нет, нет, он в лагере был. А, в лагере, в лагере, вот эту ошибку я перескал. Начать, то есть у него было не для больных, она была именно для политических спецтипа, да. Да, 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 там содержались политические выключенные, и я была в этой больнице, мы ездили туда к нему на свидание, это действительно была тюрьма, это не было помещение там для больных, потому что там везде на каждом полете стояли охранники, там все было бы там с сетками, вот, и когда мы пришли на свидание, там на свидании присутствовали три три человека, которые писали все, что он говорил, то есть все вопросы, даже вплоть до вот бытовых, ну, что было вообще очень, конечно. На магнитофон? На магнитофон писали? На магнитофон записали? Они, ну, может быть, у них какая-то запись, я вот честно говоря, аппаратура была, наверное. Я не помню, но то, что они от руки записывали, конспектировали, это абсолютно точно, и вот я же говорю, что это было очень смешно, потому что, будь он обычным больным, ну, зачем нужно было бы конспектировать то, что он говорит, да, вот эти вот вопросы. А это было через вот эти вот, как сказать, через, ну, не решетку, через какую-то, или вы сидели в одной комнате, они с вами сидели в этой комнате и тоже писали? Мы сидели в одной комнате, то есть за столом сидел он, мы напротив с мамой сидели, а вот эти вот три, ну, оперативник или кто они, я даже не знаю, не знаю, какие-то там члены. Люди в штатском, да. Да, люди из органов в штатском, да, они сидели на диване, там, ну, рядом был диван, вот втроем и записывали все, что... В халатах, в халатах, да? Не-не-не, они были не в халатах, они, по-моему, были в обычной штатской одежде. Ну, они прерывали разговор, когда он что-то не то говорил или спокойно просто писали и ничего... Нет, они просто конспектировали все происходящее. Ага. И по... Такие вакуумы он выдает, что-то, ну, что-то... Ну, вам было тогда лет 10-11, да, то есть вы... Как это вот воспринимали, то есть как вам мама вообще вот объяснила, вот где папа, что с ним случилось, вот это... Ребенку как вот... Ну, честно говоря, мне никто не объяснял, это как бы и так было понятно, потому что мы же всегда это все обсуждали. Ну, как понятно, смотрите, вы же пионером были, да? Да, пионером. А, и, ну, вроде как, если человек сидит в тюрьме там или в больнице, значит, он сделал что-то плохое. Ну, логика какая, да, там должна быть у ребенка. То есть, а у вас, вы знаете, что ваш отец ничего плохого не сделал. Вот как вот это вот уживалось в сознании ребенка просто вот это? Нет, ну, на самом деле мы же все это знали. Во-первых, еще до того, как его посадили, у нас происходили обыски. Это был не один обысок, в котором я была свидетельна. И там даже очень интересно было, вот эта квартира, где мы жили, ну, мало того, что спрашивали там у соседей, что происходит, ну, это понятно, но они следили за нашей квартирой с крыши другого дома. Это даже такой вот факт, да. И когда они пришли вот, ну, с одним обыском, это вот перед тем, как его второй раз должны были посадить, они ничего не нашли. То есть, отец же еще фотографировал эти документы. Он имел фотографировать, да, и вот эти вот фотокопии, он их спрятал между стенкой и ванной. фотокопии книг, там, документов. Да, 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 и вот когда они пришли к обыскам, почему-то они не нашли. То есть, вот в тот раз его не посадили, а потом, видимо, как-то. Вот, поэтому, как бы, я уже, даже будучи ребенком, я уже была готова к тому, что, ну, я уже понимала, что что-то происходит такое, что его отца могут посадить, но, в принципе, он же был не единственным человеком, который сидел по этому делу. То есть, жизни у меня еще было достаточно много, то есть, я это знала уже как бы априолик, родившись, я уже знала, что да, вот такой вот может быть. Вот, и потом, когда его посадили, он присылал письма, то есть, приезжали его там друзья, которые помогали, да, то есть, это тоже все обсуждалось. Тайной для меня или какой-то загадкой это не было. Другое дело, конечно, может, я не понимала, насколько это вообще все происходит, или как вот он сидит, но, вот, когда мы были в этой психбольнице, я могла, в принципе, увидеть по очу, что такое тюрьма. То есть, я даже помню этот запах вот тюремный, он такой специфический такой в тюрьме, наверное, кто знает, да, Там тоже. То есть, ну, какой-то немытых тел, там, чего-то вот такого. да, да. Кислятины такой, да. А, получается, диагноз у него, какой ему, вот эти вот спецврачи поставили диагноз, то есть, там, шизофрения вялотекущая, как всем диссидентам ставили, или что-то? Да, что-то, по-моему, да, такое. Да, и его потом из Боговещенска его перевезли в Ферганскую психбонез, но там, конечно, уже... В Казань, да? Не-не-не-не, в Фергану. А, в Фергану, Фергану, а, ну, уже общего типа, да, понятно. И там уже, конечно, обстановка была совершенно другая, то есть, там был общий зал, там все, вот, они смотрели телевизор или что, и вот мы приходили, но к нему там приходило каждый день очень много народа. И мы там с Толиком с ним общались. Ну, это вот уже 87-й год, там уже стали просто уже освобождать всех. Кто-то писал прошения, кто-то уже потом всех стали освобождать. А вот, кстати, к вопросу о диссидентах. Ваш отец не любил слово диссидент и вообще считал, насколько я понимаю, диссидентов врагами государства. А как он сам себя вот характеризовал? Он же ведь, в принципе, или он считал себя вполне таким советским человеком, лояльным советской власти? Вот, и вообще, как он воспринимал те преследования, которые происходили? То есть, как ошибку, как перегибы, как искажение ленинского учения? Вообще, как он к Ленину относился? Тут дело не в том, что он к диссидентам вот, ну, как-то там плохо относился. Дело в том, что национальное движение всегда себя отделяло от диссидентского движения, потому что у них были разные цели, и понятия, ну, отношения вообще к этому вопросу, потому что национальное движение считало, что решение крымско-татарского вопроса находится сукуба в области государства, где они находятся. То есть, никакое мировое сообщество, никто, никогда крымским татарам не сможет помочь, потому что, ну, выселяло советское государство, и оно должно было и решать этот вопрос. государственные задачи, да. А диссиденты, они как бы рассчитывали на влияние там каких-то внешних сил, вот, и в этом плане вот это было принципиальное различие. То есть, национальное движение пыталось решить национальный вопрос путем восстановления справедливости, ну, за счет внутреннего законодательства. Почему вот они так хорошо этот ленинский вопрос изучили? Потому что, чтобы вот именно этим же вопросом доказать, что вот да, вот Советский Союз, он сам нарушает свое же собственное законодательство. И вот где-то можно в каких-то вот интернет-версиях, например, встретить, что мой отец был, там даже вот я как-то читала, марксист-ленинец, но это неправильно совершенно, ну, в каком смысле? То есть, они не были последователями Ленина, но они очень хорошо знали учения Ленина, чтобы благодаря этому можно было влиять на государство и доказать им, что вот да, вот есть учения Ленина, то есть, ну да, вот нам дали автономию, да, крымско-татарскую, то есть, что вообще республики, они имеют устройство национально-территориальное, да, соответственно, там, коренному народу, который там проживает. То есть, на этом основании не имели никакого права выселять крымских татар, то есть, если вы нас возвращаете обратно, вы обязаны восстановить республику, вы обязаны восстановить, в общем, все то, что было дано крымским татарам, ну, соответственно, того, что вообще, ну, на чем основан сам Советский Союз. То есть, они очень хорошо знали вот эту ленинскую политику. Ну да, то есть, как инструмент. это вовсе не значит, что они были коммунистами, вообще в национальном движении коммунистов было очень мало. Но Пекир Османович был коммунистом? Ну, он в свое время был, но его же не по его воле же, то есть, они, понятно, что эти люди прекрасно понимали, что такое коммунистическая партия, что это профанация, но как добиться, хорошо, ты понимаешь, что ты будешь там говорить, что все плохие, они прекрасно понимали, что на этом основании ты ничего не добьешься. То есть, революционный метод это не нашим. Такой прагматизм, цинизм, да. Если ты уже находишься в этой системе, ты можешь чего-то добиться только благодаря этой системе. То есть, ты должен быть лучше, чем эта система. Ты должен знать, понимать, как эта система работает и вот, влияя на эти механизмы, на эти дочери, ты можешь что-то изменить. Но вовсе не потому, что они были последователями там Ленина. Портреты Ленина у него не было, да, портреты Ленина? Нет. Нет. И даже было вот интересно там, если вы смотрели видео, когда мой отец делал анализ, да, расстановки сил вот в национальном движении в Межлесе, в Межлесе как раз вот туда и пошли все вот эти коммунисты. В национальном движении коммунистов практически не было, потому что, ну, даже для самих коммунистов было опасно поддерживать эти идеи. А вот когда вы впервые услышали вот эти три буквы КГБ, там, в первый раз вот это такое аббревиатуру? Ну, наверное, это вот было еще в детстве, когда происходили вот эти вот, ну, к нам приходили с обысками, то есть это же постоянно было. Я даже помню, что ко мне подходили какие-то люди и там, допустим, спрашивали, куда вы едете, то есть, ну, это я уже потом поняла, что были сотрудники КГБ, в принципе, слово этого не было секретом, в принципе, все понимали. Ну, а когда вы впервые, то есть вы, значит, ездили к дедушке в Крым на отдых на лето, а когда вы, помните свое впечатление первое вот от прибытия в Крым было какое-то такое, может, вас родители готовили, что вот, вот наша родина, там, мы туда скоро вернемся, как вот, вы помните свое первое впечатление? Ну, вот первое впечатление, наверное, вряд ли я помню, но я очень хорошо помню, море, вот мы ездили, я даже помню, в Судак, и показывали вот такую лягушку там по дороге, я все пыталась найти каменную лягушку, где она там находится, то есть вот такие вот моменты помню, очень хорошо помню сад, который вот был у нас в доме, там вот росли вот персики, ну, то есть вот такие вот моменты, да, это было интересно, но вот еще один такой момент, я помню, что мы летели вот с отцом, ну, с мамой собирались в Крым, и в самолете, ну, вернее, перед тем, перед посадкой, ну, вот в этом, где вот, ну, проходишь посадку, нас задержали, то есть это тоже сотрудники ПГБ, и то есть практически целый час из-за нас самолет не мог улететь, вот, они тоже, ну, обыскивали вещи, то есть спрашивали о цели полета, и вот, ну, это тоже вот очень хорошо это был, этот момент, и как мы забегаем уже в этот самолет, вопыхавшийся, потому что там уже не перестали ждать, да, представляю, ничего не нашли, ничего не забрали, просто, ничего не нашли, ну, потому что они же люди были подготовлены, в принципе, да, они знали, как, что нужно делать, чтобы не попасть, вот, ну, тем не менее, это тоже не уберегло их от тюрьмы. Ну, мама ваша, скажем так, была активным помощником отца, да, то есть она печатала, наверное, на машинке пишущие? Нет, она не печатала, печатала в основном отец. Ага. Да, я, например, там могла набрать эту бумагу, тальку, там, ну, это количество там экземпляров, не в одном экземпляре печатала, сразу, ну, это такая, и больше, наверное, такая, этот, организация быта была. А какая машинка, Эрика была, или какая? Вот, честно говоря, даже название, не знаю, она у меня есть, кстати, фотография. А тогда ваша мама, она, получается, какую вот функцию выполняла, вот, в качестве помощника отца в движении, то есть что она делала, то есть как вот помощник, единомышленник, то есть она распространяла, там, переписку вела, там, что она делала? Ну, такое тоже, да, это все делалось, там, если нужно было, то есть, ну, как и все, все участники, каждый носил свою определенную веку. Ну, ее не выдергивали, ее не пытались там привлечь, тоже как свидетеля по делу, там? Нет, ну, я думаю, что не было смысла, потому что все понимали, кого нужно привлекать, ну, и понятно, что участники на данном движении все-таки старались, как-то семью от этого отродить. из-под удара. А вернулись в Крым вы все-таки довольно поздно, в 92-м году окончательно. Вот, а как это происходило? Потому что некуда было обращаться. А некуда, жилищный вопрос, то есть? Жилищный вопрос, да. А как все-таки удалось решить, то есть, как вот это все происходило у вас технически? Мы долгое время жили на квартире, то есть, еще при жизни отца мы жили на квартире, и потом мы жили на квартире, уже потом нам дали, вот после его смерти, наверное, где-то через год дали квартиру. А, снимали, снимали в смысле, да? снимали жили. И, то есть, получается, что, несмотря на то, что он был таким, одним из лидеров движения, то есть, ему самому, то есть, он вернулся, ну, грубо говоря, одним из последних, да, фактически? Ну, получается так, но дело в том, что, видите, он нет, он-то поехал туда раньше. А, сам. Да, да, в 89-м году он туда поехал, он там работал, да, но потом, там, как получилось, что после полугода работы в комитете, их уволили, их отправили в отпуск, уволили. Ну, то есть, вот он ездил между Узбекистаном и Крымом. Это когда вот они все, он и его единомышленники вышли, да, вот из-за несогласия там по бюджетному вопросу, да, то есть. Да, да, там им предложили поделиться, то есть, 50% средств, ну, передавать в местный бюджет. Откат. Это целевые средства, но как я их буду передавать, эти цели конкретно на, когда рассчитаны, вот, после чего его отправили со всей командой в отпуск и задним числом уволили. И он незадолго до своей гибели стал деканом факультета востоковедения Международного Таврического Эколога Политологического Университета. А как это получилось? Ведь он, насколько я понимаю, прежде никогда в УЗИ не работал. Почему он решил принять это предложение и вообще нравилось ли ему преподавать? Ну, вообще, это была его мечта. Вот у нас есть Крымский Индустриальный Питокатический Университет сейчас. Вообще, это была его идея. Он хотел создать такой университет, где бы крымские татары имели возможность обучаться. Он понимал важность образования и благодаря ему очень много крымских татар в свое время обучились в Москве, в Казани. То есть, ну, это была такая вербовка, можно сказать, да, вот, умных студентов, лучшие вузы страны. То есть, да, вот у нас есть люди, которые там закончились, исторические факультеты, ну, и так далее. Вот, и его мечта была, чтобы крымские татары как можно больше приобщились к образованию. Потому что все-таки, ну, он сам закончил, да, такое хорошее, хорошее учебное заведение, и он понимал, что насколько это важно. и вот его мечта была, во-первых, отдельный какой-то университет, институт, ну, и вот, и когда открылся вот этот политологический, экологический, экологический, экологический университет, он вот с декан, с ректором вуза, вот, Елена Комынина, вот, спасибо ей большое, вот, ему такой такой, она ему предложила, ну, то есть, это его идея была, вот, создать, такой факультет вопрековедении, она ему предложила стать деканом, да, то есть, это его идея была, вот, ну, и там изучали субъеки, а равно, так как он знал и арабский язык, и, кстати, он там даже прочитал курс национального движения святого, а, то есть, история, как преподаватель, да, помимо того, что он был деканом, но это было недолгое время, но, тем не менее, до сих пор, наверное, этот факультет еще будет. Он понимал, важность вообще изучения вот этих восточных языков, потому что, ну, как бы, мы, крымские татары, должны общаться и с туркским миром, и с арабским миром, то есть, ну, в силу своего происхождения, поэтому он очень хотел, чтобы вот эти вот взяли, вот мы еще на уровне образования, как бы были, да, то есть, чтобы крымские татары разлились. Ну, понятно, что английский язык так и так все дети у нас читают, но вот очень хотел, чтобы крымские татары знали и арабский и турецкий, там, что ли. Здорово, как арабист, прямо на душу. Ему самому было интересно, он же изучал, как ты сказала, в тюрьме, изучил арабский язык, ему самому было очень интересно, и он хотел, конечно, приобщить и других. Да, Мирим, я в итоге не могу, конечно, не задать этот вопрос, а вы можете рассказать, что происходило с вами в день 6 ноября 1993 года? Вы были в это время в Крыму? Да, мы были в Крыму, у себя дома на квартире, которую мы снимали. Дело в том, что его перед этим днем пригласили на свадьбу, и он предложил нам тоже на свадьбу, поэтому мы отказались. По-моему, мы поехали куда-то в гости, не помню. То есть это вечером должно было быть? Да, вечером мы вернулись, но его не было. Ну, то есть, ну, это частенько бывало, потому что он был в разъездах, он очень часто не приходил, поэтому на это никто не обратил внимания. Ну, значит, как он там был занят, тем более мы знали, что он пойдет на свадьбу. Ну, а уже утром, конечно, пришли уже к нам, полиция пришла, и получили вот такие вот подсолотные. А, то есть, вот как вы меня поправили, потому что пишут, да, что вот иногда, что вот он умер в больнице, то есть он умер прямо на... Нет, он скончался от ударов, ну, то есть его избили, скончался от ударов вот там на одном месте, но там тоже очень непонятно, потому что там два человека были арестованы, но они потом отказались. Ну, они были арестованы и потом осуждены, и их посадили. Они потом отказались от своих показаний, сказали, что они этого не совершали, и что они, ну, они сидели, выпивали рядом с этим местом, и видели, как моего отца привезли на это место, выбросили там, а уже их потом, ну, как бы, получается, что забрали, подкинули документы их на место преступления, сделали, и получается, да... То есть, я же... Кто-то из них, я видел, что... В какой-то была передаче, что приходил к вам, там, даже там раскаивался, да, говорил, что это... Я этого не помню, это, наверное, было моё отсутствие, но вообще, да, вот... Ну, потом одного из них убили после того, как он вышел. Не знаю, что там... То есть, в общем, дело, фактически, можно сказать, оно как бы, ну, преступление, которое не раскрыто, да, то есть оно... Не раскрыто, хотя на самом деле они называли там фамилии, у человека, которого они видели, кто привёз, это был, ну, милицейский чип, но эта информация почему-то никого не заинтересовала. То есть, это уже, что называется, такая была, ну, акция уже хорошо спланированная, то есть... Не просто там, как бы, случайность, да, там, стичнее обстоятельства, то есть вы придерживаетесь той версии, что это, как бы, было запланированное убийство, да? Ну, да, потому что, во-первых, ну, мой отец прошёл в тюрьму, он был очень крупным человеком, у него нечего было брать, ну, и если бы даже они к нему подошли, он бы отдал... Ну, то есть человек, вы представляете, да, сколько лет отсидеть, и неужели он не смог бы договориться с этим людьми? Ну, он отдал бы им всё и пошёл бы дальше, да? Такая ситуация, очень странная, хотя, конечно, да, очень много, очень многим выгодно представить это просто как бытовое преступление какое-то, да, обычное нападение, и, в принципе, на этой точке берега нас это наставят, но я не знаю, ну, вот эти люди сами официально отказались от своих показаний и наставили на том, что на них давят, и дали показания своими людьми, которые привезли моего отца на эту миссию. Ну, тем более это звучит правдоподобно, что они уже отсидев срок, да, они отказались уже после того, как отсидели, то есть у них интересы... Нет, нет, это было на самом суде они отказались. А, на самом суде, а, ага. Да-да-да, ну, тут ещё вы же понимаете, что моему отцу и перед этим угрожали, поэтому вот очень странно... Неоднократно, да, и как он воспринимал эти угрозы, и в какой форме эти угрозы происходили, или как он к этому относился? Ну, во-первых, ему угрожали по телефону, то есть звонили, говорили, что мы тебя убьём, вот такое вот было, и было физическое нападение, эти люди известны, то есть это были крымские татары под руководством Рихада Чубанова, да, которые организовали избиение, и даже они, ну, как это, произнесли над ним смертный приговор, то есть они ему угрожали, что если ты не откажешься от того, что ты делаешь, то есть ты жить не будешь. А откажешься от чего, то есть конкретно? Ну, от этой деятельности, да, то есть получают, это же были соперники Межлиса, да, получают, они с Межлисом соперничали. А избили его, вот, предупредительно, скажем так, это было вот в том же 93-м году, вот, когда... Это было в поезде, да, это 92-й, это был поезд Киев-Симферополь, там вообще очень интересно было, то есть организовали, ну, это была такая идея, организовать не крымско-татарскую культуру в Киеве, чтобы крымские татары поехали, то есть, ну, была вообще такая, знаете, миф, что крымские татары, это какие-то люди с врагами, неграмотные, у которых нет никакой культуры. Черчин. Да, 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 и вот впервые, то есть, ну, мы живем, да, в Украине, впервые вот крымские татары собрались коллективы, музыкальные коллективы, там, культурные какие-то, да, сообщества, вот они вот все, все поехали в Киев и прошли там эти дни культуры, хотя вот тоже очень активно Межлис, этому противодействовало, что эти дни культуры там прошли. Вот, и на обратном пути в вагоне поезда на моего отца напала группа там людей, то есть в соседнем вагоне Вертория Пачева, ну, как это было известно, там было очень много свидетелей, поэтому невероятно. Я могу, конечно, это говорить только со слов, ну, и своего отца, и со слов, ну, и культуры. То есть прямо в купе к нему пришли, что называется, поговорить, да? Да, пришли поговорить, ну, там группа женщин была организована, которая сначала на него налетела, что, ну, свой мужчина, что вы там делаете, ну, и как-то, каков, его еще не избили. Ну, и чем это все кончилось, то есть он, понятно, что он... Ну, это было предупреждение, ну, понятно, он там милицию не заявлял, потому что, ну, это свои татары, как бы, ну, видимо, для него это было, ну, как-то на своих же заявлениях. Ну, одно дело избиение, другое дело угроза жизни, все-таки это вещь серьезная, почему он так этому отнесся? Ну, а кто бы его защитил? Я не знаю даже. Вообще, во-первых, он ходил всегда вот один. Если у Мустафы Джиммилева уже на тот момент была охрана, да? У него не было. А почему? Это принципиально его полезно? Ну, потому что национальное движение – это же не финансируемая организация, то есть никаких таких вот средств не было. И друзья почему-то, вот видите, на этот момент он шел один, то есть надо было, наверное, друзьям все время постоянно находиться. Но опять-таки вот даже в том же вагоне это не помогло, потому что было несколько друзей, которые даже не вмешались когда на тот момент вот угроза. То есть он практически на одного человека напал и там вот, ну, куча каких-то отморозков и все. Я даже помню его, когда он приехал, он приехал избитый, то есть была вот такая вот угроза жизни. Именно вот, да, с вынесением смертного приговора. То есть если ты не отказываешься от той деятельности, мы тебя убили. А Чубаров, он сам присутствовал тоже при этом избиении? Нет, 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 он ехал в соседнюю. То есть он в это время, у него был алиби, он спал в это время, да? Да, да, ну у нас только один, конечно. Ну понятно, то есть а потом звонили, вы говорите, да, и просто, что называется, ну, звонки были там, потом это было или до этого, я, честно говоря, хорошо не помню, но звонки были, отец говорил, что я, мне кажется, что я знаю этот голос, но чей голос он так и не мог понять. Отец говорил, что узнал, да, звонившего, да? Да, да, да. Ну и при этом он все равно, в общем, ну, звонят и звонят, то есть он не то, что позвонить там милицию, знаете, там жить можно определить, кто звонил там, с какого номера, откуда, даже с телефонного автомата могли определить там. Ну, вы понимаете, какие тогда времена были, тогда милиция не играла никакой роли, по сути дела, это времена бандитизма, если милиция играла какую-то роль, то и бандитов не было, ну, вспомните, там, это рэкет и все такое, у нас даже, я помню... И Крым особо, да, я так понимаю, что первые два года он был, с 91-м, был как бы такой, как бы не совсем украинским еще и не совсем российским, да, то есть такой непонятный у него статус был. Ну, надо сказать, что украинским он, наверное, так до конца и не стал, потому что все-таки там... Я веду чисто с институциональной точки зрения, что там были какие-то... Да, это специфика региона уже была, да, вот он, ну, как и по всей территории Советского Союза, процветал в то время бандитизм, поэтому я думаю, что смысл от этого. Да, если, как вот, ну, если верить всем осужденным, да, вот, ну, Хайров и Долженко, которые, ну, по делу моего отца осудили, как они же говорят, что привезли, привезли моего отца на место, ну, убийства, люди в форме, ну, они не в форме были, но потом этот вот Хайров, он потом узнал, когда вот было уже следствие, вот, в одном из милицейских вот этих чинов, он узнал этого человека, который привозил моего отца в том числе. То есть, ну, надо понимать, что милиция тогда, конечно, подложила этому самопандитизму, мой отец прекрасно понимал, ну, смысл обратиться, ну, и дальше, что. Опять-таки, он никогда бы не отказался от своей деятельности, то есть это было смешно, то есть человек всю жизнь посвятил, по сути дела, он под эту, ну, то есть, под эту деятельность положил все, да, жизнь своей семьи, жизнь своих детей, то есть, как, как, из этого выхода, из этого не было, либо там вперед, либо умереть. Ну, первая реакция у вас была, наверное, вы не поверили, да, когда вот утром пришли вот милиция, да, то есть у вас вы... Ну, конечно, это был шок, ну, кто к такому готовит, конечно. То есть, какая была реакция вообще людей, вот, первое вот время, там, единомышленников, там, подвижений? Ну, для всех это был шок, потому что отца моего, конечно, очень многие уважали, и очень многим он помог, и на похоронах было очень много людей. Я помню, что если 6-го, 7-го были теплые дни, ноября, хоронили его 10-го, ну, как вы ходили, вы смотрите, вот именно 10-го очень сильно похолодало, то есть, вот, резко, там, снег пошел, мороз, было очень плавно, тем не менее, вот, прям люди шли, 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 хоронили его не из дома, потому что мы жили на квартире, ну, и там вообще невозможно было это, хоронили из дома друга, вот, и вот, ну, в этот дом, вот, просто бесконечно втыкались люди, потом они это тело почему-то, ну, не знаю, кто это предложил, они принесли его в центр города, ну, или повезли, да, там устроили митинг, ну, то есть, это было достаточно... Это в Симферополе было? Нет, в Симферополе, да. Потом вот уже его повезли хоронить. То есть, был большой такой многочисленный митинг, судя по таким фрагментам видео, которые есть в сети, да? Да, 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 на площади, на площади Ленина, вот, в центре города даже был вот этот митинг, ну, короткий митинг. Ну, да, потом, то есть, по мусульманскому обряду, да, то есть, там все... Да, да, да. Ну, отец, я так понимаю, ваш был светским достаточно человеком, то есть, с исламом у него какие были отношения и к исламу? Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать, что на тот момент вообще вот эта вот прослойка вот этих вот людей, национальных движений, они, конечно, с религией были мало связаны, но надо сказать, что крымские татары, они, в принципе, с религией нераздельно живут, да, там, похороны, сварбы, это все происходит... Обрядовая часть, да. ...религиозным обрядом, да, сказать, что эти люди были совершенно нерелигиозными, тоже нельзя, то есть, ну, все какую-то, да, молитву читали, а они не говорили, да. Но настолько углубленно в религию они, конечно, не уходили. Вообще сама специфика, эта деятельность, она с религией как бы не имела... Ну, и тогда еще было время такое, когда... Да, и Советский Союз, вы сами понимаете, да, что это как бы немножечко... Ну, вообще все похоронили его, конечно, да, по мусульманскому обряду, по мусульманскому кладбищу. И в заключении я хотел бы спросить, а что сейчас представляет национальное движение крымских татар? Есть ли вообще продолжатели дела вашего отца? И, ну, есть такая точка зрения, да, наверное, вы тоже ее видели, что фактически НДКТ после смерти Юрия Османова, она... Эта организация, ну, совершенно ее масштаб деятельности не сопоставима с тем, что было прежде, и это такой вот как бы клуб почитателей отца вашего в большей степени, чем политическая организация? Ну, вот что я хочу сказать. Во-первых, в национальном движении нет понятия лидерства. То есть, отец мой был лидером, но он не был явным, да, ну, он сплошным лидером. Вождем, не был вождем, вождизма не было, да. Да, вождем не был, но и лидером не был. То есть, он был, ну, скажем так, мозгом, да, идейным вдохновителем, можно так сказать. Но в национальном движении все были равны. То есть, ну, сама структура национального движения такова, что там нету системы лидерства, как в Меджмите, например. То есть, там есть лидеры, то в национальном движении никогда лидеров не было. Ну, так он был грамотнее, да, других, ну, и как бы большинство людей исходили от него, то есть, и он, ну, как бы считался, ну, если неявным, ну, то все равно... Авторитетом, авторитетом. Да, авторитетом, да. И с его смертью, конечно, ну, как бы можно сказать, что национальное движение лишилось мозга, лишилось своего мозга. И надо сказать, что, конечно, очень многие вложили свой вклад в развал движения и даже после. Потому что, ну, как вы сами представляете себе, любая вот такая организация, если ты там руководителя убираешь из руководства, потом начинается вот это вот развод и шатание, да, и национальное движение, конечно, много претерпело изменений и сейчас нехороших изменений, но тем не менее последователи есть, последователи все это время, они свою деятельность не останавливали. Но нужно понимать, что все-таки национальное движение это не финансируемая организация. Если не финансируемая организация, то национальное движение нет. И если в условиях Советского Союза, ну, как-то еще можно было там, да, на вот этих вот взносов, которые, ну, люди скидывали, да, и можно было там куда-то ездить, то в условиях рыночных отношений, ну, считая капитализма, вести такую деятельность без регулярного финансирования невозможно. То есть в силу вот своих собственных усилий, да, вот своих, своего вклада, да, безусловно, национальное движение что-то делает. Они как бы не прекращали свою работу ни на день в день, потому что они реагируют там, ну, на все происходящее, но в силу того, что эта организация не такая масштабная, там нет никаких вливаний, то есть это же, вы же понимаете, что нужно время и не повредить. Так вот, люди, люди работают, допустим, да, когда в какое время, только в свободное отработаю дом, не так тяжело, ой, не так легко. Ну, вот все, потому что мой отец же все время посвящал этому, для него не существовало ни семьи, ну, практически, да, и последнее время он на работу, на свою работу, он не ходил, он занимался только национальным движением. То есть эти люди, что они должны? Они должны оставить свою семью, они должны оставить свою работу, они должны откуда-то брать деньги, чтобы этим заниматься. Ну, вы понимаете, что физически это просто невозможно. То есть, но в силу вот каких-то собственных возможностей, они, да, безусловно, они чем-то занимались, но, к сожалению, конкурировать там с межлицем или с властью очень тяжело. Ну, и опять-таки, я думаю, что вот со смертью у отца это был такой вот урок для всех крымских татар. То есть, если вы будете этим заниматься такими вещами, вот вы посмотрите, что с вами станет. Я думаю, что для многих крымских татар, которые понимают, да, вот, ну, что вообще происходило, что происходит, это, да, они понимают все-таки степень опасности того, вот, если они, ну, хотя уже столько времени прошло, но тем не менее. Ну, сигнал, да, то есть, какой такой сигнал, да, для всех? Да, я думаю, что вот этот вот страх, он все равно где-то сидит. А вот, ну, а стоит ли игра с мяч? Стоит ли его действительно так вот заниматься? К сожалению, да, на сегодня национальное движение, ну, оно не многочисленное. Притока молодых туда практически нету, опять-таки, потому что, ну, что они там, это, вы же понимаете, это общественная инициатива, частная инициатива. Вот, приходи после работы и сам занимайся, ну, кто будет этим заниматься? Да. Ну, вот такая немножечко печальная история. Ну, все, все может быть. Может быть, найдутся люди, которые вы хотят профинансировать. Ну, опять-таки, вы же понимаете, что очень многое зависит от человека, от авторитета, да, от видео, ну, пусть нету системы лидерства, но все равно от человека, который на себя будет брать ответственность. То есть на сегодня я считаю, что основная проблема в том, что нет человека, который бы хотел взять на себя полный ответственный за этот процесс, за борьбу, за права крымских татарских. Ну, да, тем более общество сейчас фрагментировано, не только крымское, татарское, но вообще общество фрагментировано, и поэтому сейчас вообще вот такого абсолютного лидера, ну, очень сложно найти, чтобы он появился, при этом у него еще были материальные возможности, чтобы его при этом никто не убил и так далее. То есть это целый ряд факторов, да, которые как раз препятствуют. Все-таки мне кажется, что такой человек, это все-таки кот от таланта, это как-то просто-то выхотяло, и ты не знаешь, все-таки я думаю, что такие люди дают за покупку, в Газпринске, вот, да, ну, сколько у нас в Газпринске, ну, нету их столько, да, это вот единственный человек, который, да, какой-то прорыв совершил. Мой отец, который, благодаря которому, вот, да, на законодательном уровне Советский Союз признал киноцид, в принципе, татар, да, да, и началось вот это вот возвращение. То есть, ну, такие люди не рождаются каждый день, поэтому, ну, не знаю. Можно разные прогнозы строить, хотелось бы, конечно, благоприятные, но как оно будет на самом деле? Спасибо большое, Мирьям. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, по крайней мере, и вашего отца, и вашего деда помнят, и они достойные сыны своего народа, и, в общем, история все расставит. Я думаю, что самое главное, это то, что крымские катары вернулись народу. То есть, это самое главное достижение для нашего народа. Теперь за его все в руках крымских катар. Ну, может быть, не все, но очень много. Было бы желание, было бы желание. Я думаю, ну, просто за 30 лет крымские катары очень сильно устали. Это тоже надо понимать, что вот это вот возвращение, вот эти вот бесконечные стройки, это все, ну, как и на обычного психика обычного человека, так и психика всего народа, она страдает. То есть, я думаю, что нужно какое-то время для восстановления, для рождения каких-то вот таких людей, для того, чтобы выносить эту идею, что делать дальше, да, вот как собраться. Какие-то процессы происходят, очень много людей у нас переживает, да, вот разговоры, конечно, всегда ведутся, они не останавливаются о том, ну, как же дальше, какие там у нас цели, что мы можем сделать, они ведутся, это очень хорошо. Спасибо. Спасибо.